итак друзья всем привет сегодня у нас будет такой необычный формат обычно так как у нас бывает это либо стрим youtube либо это я все делаю также стримлю в наш телеграм-канал но учитывая что по неким техническим причинам а в принципе почему я говорю неким а конкретно могу сказать что у меня сейчас нету всех стоек которые у меня есть которым я цеплял свой рекордер я сейчас говорю про рекорд зум h1n очень классная кстати штука рекомендую многим одну и плюс различных других штучек куда я могу прикрепить свет ну и сам свет дело в том что я это все сейчас отвез к себе в школу для работы в своих новых проектах вот ну и соответственно чтобы как-то выкручиваться и не выдумывать и плюс у меня также появилась моя новая игрушка хотя она абсолютно я могу сказать уже не новая я сейчас говорю про свой ipad air одно и еще их супер ручечка но я и решил в общем почему бы не провести стрим точнее не стрима записать весь наш разбор на ipad а потом это дело все выгрузить то есть скорее всего это также будет youtube опять-таки в нашем телеграм-канале но очень многое зависит от звука как у нас он получится потому что опять-таки я немножко по тесту вроде бы все окей но фиг его знает чем может быть учитывая записываю это вот именно так глобально впервые и так значит тема нашего разбора это алфавит мы начали по какому я не помню по какому кругу мы начали снимать алфавит то есть здесь работы студентов снятые на букву а сейчас могут удивиться почему девушка почему на а значит ее зовут на букву а то есть я вижу вот то что я думаю и вы заметили там авокадо апельсины то есть у нас такая вот задача сразу хочу сказать для тех зрителей которые впервые смотрят видео в таком формате значит вы должны понимать то что здесь работа всех тех студентов которых я лично знаю я лично знаю как они снимают я вижу когда они халтурят либо когда не растут поэтому если я на хорошую работу скажу что здесь что-то не очень и отправлю переснимать не пугайтесь потому что опять-таки еще раз повторюсь я знаю когда чего халтурит и я знаю когда он растет то есть даже если она слабую работу скажу в целом как бы нормально но на сильную работу сказал так себе не удивляйтесь еще раз повторяю чтобы не было бояку какого-то мнения значит здесь работая студентов которые снимают и относительно давно и только совсем новички то есть абсолютно абсолютно совсем новички вот который участвует абсолютно впервые значит какие условия у нас алфавит на букву а все мы это дело снимаем ну и в принципе я думаю все сказал значит начинаем с нашего первого участника и первое наш участник это какой-то вот замечательный код значит посмотреть чуть вообще такое значит агата кошку зовут агата пожалуйста вот справа вы видите параметры съемки это очень важно я всегда смотрю на параметры то как снимают вот ну окей хорошо давайте теперь будем разбирать эту работу и так значит у нас кошка агат во-первых уважаемый студент когда вы снимали вы не проконтролировали наш любимый с вами баланс белого потому что либо я не знаю либо вы это корректировали но здесь проблем в общем много давайте я начну самого такого вот то что мне сейчас бросается в глаза что он не уходит вот все ушло значит первое что мне бросается в глаза то что снимок розовый он розовит либо вы как-то тонировали либо я не знаю что вы делали он розовит а второй момент мне очень здесь не нравится вот это вот искусственное вот это вот винетирование которое вы сделали то есть она вот она прям бросается в глаза зачем она там нужно было бы лучше если бы ваше винетирование она заканчивалась бы вот за котом то есть на на кота она не залазила быть то есть вот я сейчас вот это все дело стираю тогда было бы как-то получше чем это залазить на самобол кота что мне не нравится скажите мне вы что здесь показываете вы показываете морду кота либо вы зрителя как это привязываете смотреть на вот эту вот область почему я сейчас про это говорю потому что вот эта область она самая яркая в кадре и взгляд бросается сюда нежели чем он идет глаза теперь очень такой тоже важный момент вы вспомните мы с вами это проходили разбирали на той же теме композиция когда если есть взгляд дайте ему хотя бы немножко воздуха для направления иначе что мы смотрим мы смотрим еще раз повторюсь на шею или куда вот я не понимаю то есть если вот уши кота то есть все помнят что я супер художник то есть вот он же наверх смотрит ну представь что наверх вот ваш кот здесь не нужно было обрезать вот так как вы сейчас сделали даже захватили кусок вот уха то есть ухо даже нет продолжения а как нужно было сделать нужно было сделать чтобы вот воздух тот самый над головой он был вот так хотя бы кошка смотрит и есть воздух и сместить акцент с шеи которая очень очень яркая на лицо то есть вот на морду чтобы она больше светилась чем шея иначе представьте вы фотографируете человека у него ярче шея но лицо очень-очень томное и пассивное то есть такие моменты не нужно забывать и моя рекомендация вам такое переснять по сути снимок я не могу сказать что такое сложно снять потому что в данном случае я вижу что кот очень манипулятивного как я сказал смотрит наверх видимо что-то держит там кусок мяса колбасы не знаю что попробуйте сделать это все еще раз это очень очень важно чтобы вы понимали вот такие вот моменты следующий наш участник так смотрим на то как он снимал так значит диафрагма 16 а зачем здесь такая сильно закрытая диафрагма я опять таки у меня есть видео касательно и кстати будет видео касательно объективов 85 кстати вот андрей надо будет нам его скоро замонтировать как раз я его работаю и комментирую значит диафрагма 16 я не могу сказать что это прям такая классная диафрагма то есть почему потому что идет потеря резкости это дифракция максимум мы снимаем на диафрагме 11 вообще моя рекомендация открыть какой-нибудь сайт где есть таблицы поставить эту таблицу ровненько и ее пофотографировать на разных значениях диафрагма для того чтобы посмотреть на каких диафрагмах в данном случае этот объектив и фотоаппарат хорошенечко дружат учитывая также промахи по фокусу и так далее это я сейчас а говорю про back front focus вот и посмотреть на каких диафрагмах он хорошо себя показывает значит диафрагма 16 немножко так опасная еще раз говорю диафрагма в том то что резкость она до глубина резкости больше но качество резкости она там хуже идем значит дальше значит первое куда я сейчас обращаю свое внимание это получается вот здесь сразу видно что здесь как-то поретушировали плохо потому что вот я вижу грязь а даже если можно сказать здесь ничего не ретушировали но нужно было вот эти вот вещи смазаны и поправить вот здесь можно было допустим чуть убрать также важно когда вот снимаем с такой схемы немножко следить чтобы вот это не выгорало потому что я сейчас вижу что мне немножко но как будто бы вот растворяется и выгорает эта часть также здесь не хватает шеи здесь вот этот вот участок он просто тупо слился и нет вот этой вот шеи что смотрится сам по себе не очень но опять-таки я не хочу как это делать так что это просто там обязана быть но если есть шея хоть какой-то маленький контур вот хоть какой-то то было бы лучше просто иногда такое бывает тут я сейчас сам задумал что у меня есть такого рода портреты вот и я хоть как-то чуть-чуть если вдруг у меня по свету не получалось либо еще что любые какие причины я хоть как-то чуть-чуть выделял чтобы было челюсть вот просто как-то чуть-чуть и соответственно так будет гораздо лучше ну и соответственно больше акцентов на вот эти части то есть чтобы это было более грациозней и очень важный момент для чего зачем нужно вот такой слишком большой кусок вот этого плеча что он дает я думаю можно было и без такого огромного куска плеча просто передвинуть модель вот сюда это опять касается того момента что у взгляда немножко должен быть воздух но опять таки нарушает право тот кто их знает и если мне нужно допустим чтобы не было взгляда воздуха я специально хочу вызвать такой эффект я так снимаю но задается вопрос когда студент снимал он это сделал специально и либо он просто снял вот потому что снял не задумываясь вот это вот очень важный момент касательно плеча я не уверен что она здесь прям такое такая глыба обязательно можно было просто модель передвинуть немножко туда либо самому немножко отодвинуться назад вот в целом по свету но фотография в целом окей здесь все так нормальненько но вот эти вот моменты касательно даже вот здесь чуть-чуть надо их замечать иначе они слишком как-то растворяются но в целом сам по себе окей еще раз чтобы я бы здесь уточнил бы это вот вот это и соответственно вот вот это это очень очень важно ну и по ретуши а в целом так фотография нормально если это работать в целом хорошо так идем дальше 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 а следующий снимок следующий снимок что это у нас это у нас понятно диафрагма 9 аккордеон скорее всего ну да аккордеон же написано где да аккордеон а что что за аккордеон смотреть во первых сразу хочу сказать что фотография немножко скучная она скучная она плоская я не вижу здесь теней вы скажете ну вот же есть тень во первых давайте начнем с самого-самого простого и очевидного сейчас я вот вот здесь это найду что у вас балансом белого баланс белого у вас он просто отвратительно синий это у вас ночной аккордеон или что то есть вот допустим я сейчас вот увел вот в более такой вот теплый вот стало нормально то есть клавиши стали белый вот сейчас специально ввел минус 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 я понимаю что возможно у вас но я не хочу чтобы это были как отговорки монитор у меня желтит поэтому я немножко синил и чтобы это выровнялось так далее так далее да бывает такие прогрехи и потому что в первую очередь я смотрю на нормальном мониторчике по крайней мере вот если я это сейчас одновременно смотрю на макбук прошлых дюймов и смотрю здесь и плюс на другом мониторе то есть сейчас у меня вот картинки на трех сразу мониторах у меня максимально схожая картинка по тому что я вижу но в данном случае у вас она ну очень очень ну как уходит в синий то есть вот мы ее немножко превратили как-то в желтый теперь значит следующее что не нравится плоско где тени в тени вообще нету можно сказать но вот эту тень но крутят затем то то есть никакого объема это все пропадает куда-то в темноте должен быть объем то есть если вы здесь были бы kontra вы есть то ладно хочу и белом этих округа фломастера мы вот если бы у вас вы здесь были Wispla кто вы вот есть бы какой-то был бы кондровой то есть как то вот здесь бы вот вот так вот это подсвечивалась, было бы как-то покрасивее. А сейчас это просто плоская картинка одним источником освещения. Поэтому картинка в данном случае, она скучная. Просто скучная. В принципе, вам никто не мешал, допустим, взять эту же фотографию, эту же картинку и точнее аккордеон и попробовать как-то, я не знаю, может что-то, ну блин, здесь немножко, в общем, неудобно. А, нет, да, неудобно, а как сделать, чтобы развернуть? То есть вот может быть какие-то вот так вот участки какие-то сфотографировать, я не знаю, что-то вот как-то вот там фирма, чтобы как-то ну покрутить что-то, я не знаю. Не просто плоско сфотографировать, а как-то композиционно обыграть. Вот. Ну понятное дело, что там пропадет целостность этого аккордеона, но по сути вот, пожалуйста, вам фирма, Хоть я не знаю, что это за фирма и что это за кардион Но ищите более интересные ракурсы И очень такой тоже важный момент Вот выясняли на каком фокусном расстоянии там Это у нас 18, а нет, это 18 мегапикселей Так, странно, я не вижу здесь фокусное расстояние Хотя на компьютере все это дело можно в целом посмотреть Значит, вот я как раз и открою Так, он у меня сейчас запустится Так, фокусное расстояние 50 Ну, что вам мешало подойти и вот это снять на 17 мм? Если бы вы снимали это на 17 мм, то геометрическая форма за счет искажений За счет вот этих всех, ну, за счет этой оптики Всех наших дисторсий и так далее Может быть, выглядело бы как-то монументально и получше Учитывая, что как раз он в разные стороны раскрыт В общем, вам задание отдельно еще раз поэкспериментировать с вашим аккордеоном Хочется, чтобы картинка получилась действительно хорошая, нежели просто Ясно, да? Следующий, значит, наш участник В целом, как будто бы все окей, но вот у меня сразу, значит, бросается в глаза Так, давайте сначала посмотрим, что это у нас тут Понятно, понятно 7D, 1750 Ясно, хорошо Идем, значит, смотрите Во-первых, что мне сразу тут бросается в глаза? Мне бросается в глаза это вот это Это что за фейк такой? То есть, я сейчас говорю, что здесь прямо видно, что вот это сюда вставлено И причем, ну, очень такой мягкой кисточкой И, ну, же видно Вот здесь вижу белые вот эти вот участки То есть, то, как вы проработали То есть, такой фейк не пойдет Это же видно Фон, я вижу вот немножко вот здесь грязь Может быть, как идея Это прикольно, но, допустим, вот если бы у меня была бы такая работа Вот это считалось бы у меня просто как зарисовка Для того, чтобы сфотографировать четко То есть, для того, чтобы сфотографировать чисто и красиво и хорошо Но здесь вас очень сильно подвела, в первую очередь, ретушь То, как вы ее проработали Потому что вот это само по себе Это очень большое палево Ну, видно же То есть, ну, вот сами посмотрите Все это дело видно и, ну, это некрасиво Поэтому, если вы берете какую-то идею В первую очередь понимаете, как вы ее будете делать То есть, как вы будете это ретушировать И насколько это правда Единственное, что я не знаю Это по-настоящему так растет Либо нет, потому что вроде авокад сажает Но здесь он какой-то свежий Я думаю, вы хотели просто все это в свежее друг друга тут запихнуть И чтобы было красиво За идею окей Но за реализацию не окей Поэтому, если есть возможность, вот это переделайте Так, идем, значит, дальше Так, а дальше у нас Дальше у нас Вот Что у нас тут ISO 100 Диафрагма 8 Понятно Так Так-так-так Сейчас Вот так ее посмотрим Ну, что мне здесь в первую очередь не хватает Картинка получилась немножко плоской Потому что здесь нету объема Можно сказать, допустим Ну, давайте сейчас я вот ее открою Сейчас вот здесь Вот так Можно сказать, ну, вот же, допустим, светлые участки Сейчас, секунду Вот Вот же у нас светлые участки Вот какие-то светлые участки Темные Ну, то есть вот здесь вот темные какие-то участки То есть вот Опять идут светлые Ну, блин Опять-таки Либо это регулировать светом Делать более картинку контрастной Либо уже в цветокорректех Либо уже в постобработке Вот это немножко, вот как мы прошли Вот это вот какие-то участки затемнить А какие-то наоборот Высветлить Какие-то вот Вот здесь вот То есть проработать Но у нас же есть золотое правило Снимаем сразу чисто Чтоб нафиг ничего не делать А второй момент Мне здесь не нравится То, что снимок Сам по себе Он Сейчас я вот это все делаю отменю Как он отменяется-то полностью Да, придется стучать Блин, наверное, там у вас тоже стучит Значит Мне не нравится Само фокусное расстояние На котором вы сфотографировали То есть Я бы как бы сфоткал Я бы немножко фокусное Значит сделал бы шире И подошел бы ближе Для того, чтобы это Как-то больше начинало искажаться И так было бы красивее А еще Не знаю Я бы лучше бы это сфотографировал Вертикально Чтобы Стебель Вот этих вот Цветов Больше поместился И Даже вот здесь Может быть Чуть какую-то там Завязочка какая-то А вот тут уже Вот эти вот Как-то Ну вот цветы То есть Именно вот Вертикальной позиции А у вас получается Вы просто обрубили По шею И все А плечей нет Ясно, да? То есть вот у меня вызывает Фотография вот такой вот Дискомфорт Вот Поэтому Я бы это переделал Не знаю Есть такие сейчас цветы или нет Но я думаю есть Ну и плюс Вот здесь бы Поувеличивал бы Вот светлые участки Вот какой бы Объем был бы Вот же То есть вот это вот Светлые участки Потом темные бы Немножко бы усилил бы То есть вот прям Отлично можно здесь проработать Чтобы прям Красиво-красиво было бы Ну и соответственно Попробовал бы Как серебряным картоном Поставить сзади Чтобы Вот здесь Немножко был бы Какой-то некий Контровой Либо Поставил бы свет так Чтобы вот это Куда-то уходило бы В темноту То есть Вариаций много Как это сфотографировать Одна из самых Важнейших рекомендаций Открыть Behance Найти похожие цветы Изучить Как там это сфотографировано Попробовать Сгенерировать свое Ну и соответственно Сфотографировать Так Идем дальше Так Апельсин Ну давайте Разбирать И посмотрим вообще На сам снимок Окей 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 Ага Понятно Так Значит Что мне не нравится В этом снимке Во-первых Мне не нравится Как здесь Немножко все дело Реализовано И Вот Если опять-таки Смотреть на Сам снимок Что здесь самое главное Апельсины Хорошо Что здесь самое яркое А самое яркое В этом снимке Это получается Вот Этот Вот Участок Вот Потому что Он Вот Особенно Вот эта Шкура Шкурка То есть Вот эта Вот Она на себя Очень много Привлекает Внимания Но Проблема в том То что Учитывая Если она Привлекает На себя Очень Много Внимания То Какого фига Она Получается Это Какой Не в фокусе Если вы Зрители Сами за ручку Привели Получается Вот сюда Она же не в фокусе То есть Автоматически Мы смотрим На вещи Которые Не в фокусе Разбыты И это Странно Потом Хочется Посмотреть Уже Вот сюда Но Мозг Сюда Как будто Не пускает Потому что Вот здесь Темно То есть Вот Темно В этой части А еще Что Самое Не очень Во-первых Немножко Небрежно Порезан Порезан Апельсин То есть Обратите внимание Здесь Какая Ширина И здесь Какая Ширина Вот просто Это одно Из А вторых Небрежно Порезан Я говорю Про Вот эту Чай Я немножко Поменяю Получается Наш Цвет То есть Вот Небрежно Вот это Вот Смотрится Так себе Вот эту Вот Штуку Нашу Корицу Я бы Немножко Вниз Вот сюда Попереместил Ну вот Где-то Вот так Поставил Ну и Соответственно Вот это Вот Убрал бы В ретуши То есть Вот Какие-то вещи Я бы То есть Вот Ну вот Видно же Всякое такое Я понимаю Что где-то Это естественно Но Посмотрите рекламу Зарубежную Вот Касательно Освещения Ну Еще раз говорю Видно Что какой-то Жесткий Это идет Свет Судя по теням Не мягкий Источник освещения Лучше Был бы Здесь немножко Мягкий Источник освещения И вот этот Вот момент Вот этот Про что я говорю Его нужно Учитывать Иначе Это выглядит Так себе Поэтому Апельсин Вроде еще есть Рекомендую Это дело Все переснять Следующий Наш участник Понятно 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 Значит Параметры Съемки То есть Вот они идут Единственное Что Я не понимаю Почему У фотографии Такое маленькое Разрешение Почему На 1200 На 800 Ведь Мы же Договорились Не сжимать Изображение Я даже Сейчас Специально В чате Иду посмотреть На это дело Я вижу Что оно У меня Сжато При этом Вы же Поставили В графе Напременно Что вы Ничего не сжимали Не уменьшали Но Увы На самом деле Я сейчас Дозаписываю Вот это видео И вставлю его При монтаже Почему так произошло Даже вот Время Сколько 1453 В дальнейшем монтаже Когда я начал Склеивать Получается Это видео Зачем склеивать Если я Одни файлы пишу Потому что На улице Что-то строят Сезон строительства Начался И соответственно Порой так шумя Либо какие-нибудь паузы Но я паузы никакие не нажимал Вот Участник тоже здесь Кропнул работу А я очень сильно Не приветствую Когда прокрут работы И участники Перед тем как сдавать работы Скидывают условия Напоминалку О том что Все параметры Которые нужно сделать Они выполнены И соответственно Работы Сдаются чисто и аккуратно Но получается Здесь два участника Плюс я одного еще подозреваю Одного участника Вот здесь У меня подозрение Что здесь тоже кропнули Потому что Немножко там по-другому У нас идет Разрешение Но ребят Еще раз В последующем Я не буду комментировать Ваши работы У нас правила жесткие Поэтому давайте Без всякой такой Вот фигни Учитывая что Вот этот участник Это не первый раз создает Я вообще удивлен Каким образом Так у вас получилось Как и вот этот участник Поэтому ребят Давайте посерьезнее И поехали дальше Итак Что мне не нравится В этой работе Учитывая даже Что Я ее не увеличиваю Я просто вижу сразу Что здесь некрасиво Это некрасиво Получается Вот эта часть Вот этот вот горизонт Который кривой Его очень сильно видно Мне не нравится Как вот эта часть Куда-то растворяется В воздухе Как и вот эта часть Которая вот такое ощущение Что пытались ее Как будто бы Высветлить Точнее кисточкой Белой протис Мне не нравится Как здесь выглядит Вот это все Жестко Точнее Слишком как это провально И апельсин тоже Весь какой-то Желтый Хоть он Такой блестящий Что я В последующих работах Вообще говорю Что Должно быть мокрый И это должно Вот так вот блестеть Но здесь Этого не видно То есть Это видно Но Здесь За счет того Что это такое В темном Так темно получилось Что смотрится Некрасиво Смотрится слипше А учитывая Что я не могу Нормально Это увеличить А учитывая Что вы Это сжимали То соответственно Я не знаю Какой у вас там Режим интерполяции Был Что я сейчас Точно вообще Ничего не могу сказать Касательно резкости И так далее Вот конечно Да Про резкость Там можно сказать Все это в резкости Все это классно Вот Но Сам по себе Целостный подход Так себе Потому что Я вижу границы Я вижу Вот здесь Цветовое То есть вот Цвет розовый И это выглядит Вырезанно И здесь И здесь Не хватает Вот ноги Обрезали То же самое Вот вы Если человек снимаете Если это его Башмаки То вы вот так Вот ему Башмаки обрезали То есть здесь Нужен немножко Воздух Здесь должен низ И соответственно У этого Сплеска Сплеска Господи Боже мой Должен быть Вот конец такой А у вас Получается Вы просто Обрубили Поэтому Еще раз Это переснять С учетом Всех моих комментариев А еще будет красиво Если вы сюда Лет что ли положите Чтобы как-то Красивее Это выглядело Чем Непонятная Какая-то Вот такая Вот штука Поэтому вы это дело Переснимаете И сдаете В нормальном Разрешении В нормальном Качестве А не то Что вы скинули Значит Следующий Наш Участник Следующий Наш Участник Это Понятно 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 Значит Смотрим Окей Значит Давайте Теперь Поглядим В целом Как бы Ничего Я понимаю Что вы Это дело Все снимали Дома Видно Что это От стены Но Смотрите Мы же С вами проходили Вот эти все схемы Где Должен быть В данном случае Свет И откуда он светит В данном случае У вас Свет В большей части Светит Светит Сейчас Секунду Вот Он у вас идет Отсюда Ну Чего не рисует То есть Он у вас Идет Снизу А снизу У нас что Снизу У нас Эффект Костра То есть Мы свет Так не ставим Свет Мы ставим Сверху Вот что Очень важно Да Я понимаю Что здесь Тень Недалеко Вот так Вот ушла А обычно В этот момент Тень Уходит Вот так Наверх Вот здесь Вроде бы Как бы Идет То есть Вот Вот так Но Вот это Катастрофическая Ошибка Которую Многие Забывают Поэтому Рекомендация Перевести Свет Наверх Мы миллион Раз Про это Говорили Миллион Раз Это Разбирали Вот И Опять Таки Для Того Чтобы Чуть Выглядело Даже Чуть Подороже Я бы Вот этот Блик Маленький Я просто Бо его Убрал То есть Вот Чуть Чуть Убрал Потому что По сути Он ничего Не решает Но Он решает То Как Как Объяснить Когда Вот Маленькая Вот эта Точка Есть Выглядит Ну Опять Таки Я замечаю Что это Отраженный Свет Потому что Видно Маленькая Вспышечка А когда У вас Просто Чистый Блик Мало Кто Вообще Подумает Что Вы Снимали Дома И Очень Выглядит По студийному Само По себе То есть Вот Это Опять Таки Мало Кто На это Обращает Внимание Но Допустим Я Это Сразу Выкупаю И Был У меня Переод Когда Я Фотографировал Тоже Дома Готовился К выставке Все Дела У меня Не было Ни Софтбокса Ничего Но Когда Я Фотографировал Вот Эта Точка Которая Все Ремя Была Вот Вот Так Вот Она Дешевила Фотографию Вот Вот Это Вот Обычно Такие Точки Бывают Когда Снимаешь Пыхай В лоб Вот И Дабы Избежать Вот Этого Вида Что Снимаешь Пыхай В лоб То есть Вот Вот Такой Точки Я Иногда Затирал И Соответственно Ко мне Час Подходили Спрашивали О А где Студию Нашел Это Еще Было Очень Давно Вот Поэтому Моя Рекомендация Если Вот Такая Точка Лучше Ее Уберите И Будет Выглядеть Подороже Само По себе Но Это Поймет Понимающий Знающий Человек Касательно Руки Здесь Маленько Такой Спорный Вопрос Потому Что У меня Лично У самого Есть Похожего Рода Фотография И Она У меня Есть И с рукой И без Руки Один День Мне нравится С рукой Другой День Мне нравится Без Руки Здесь Можно Докопаться Что Рука Не Похожа На Руку Потому Что Нет Палец Ничего Даже Вот Здесь Нет Никаких Палец И Похоже Как будто Это Какая Пятка Но С другой Стороны Мозг Сам Дорисовывает Что Это Рука Ну И Плюс Конечно Не Хватает Если Это Рука То Должно Быть Плечо Все Дела Здесь Ничего Не Видно То Я Не Могу За Планшет Нарисовать Вот То Вот Такого То Нет Допустим Вот Рука И Поэтому Сейчас Секунду Ну Срабатывай Вот Все Сработала Резиночка Вот Поэтому Рука В целом Как бы И норм И не норм Вот Когда Вот Такие Спорные Ситуации Выходят А руки То у всех Получается У нас Разные Я говорю Про формы Про Красивость Этих Рук Всегда Имейте На запас Фотографию Без руки Рука Это Хорошо Но Иногда Руки Это Плохо В целом По Свету Все По Свету По Объему Здесь В целом Нормально По Ретуши Конечно Я бы Немножко Бы Вот Эти Маленькие Участки Я бы От них Избавился То есть Я говорю Про Эти Секунду Вот Все Про Вот Эти Маленькие Штучки Я бы Избавился Вот Здесь Убрал Не знаю Почему Сразу Не заметили А В целом Учитывая Что На планшетике Смотрю В целом Как бы Окей А Это Что Такое Капля У него Волосы Мокрые Получается Вот Ну В общем Следите За Этими Вещами Следующий Наш Участник Так Следующий Участник Параметры Такой Вот Вопрос А Почему У вас ИСО 6400 Выдержка 1.50 Для чего Вы там Поставили ИСО 6400 И плюс Обратите Внимание Какой Это Цветной Противный Шум Как так Получилось Что вы Снимаете На Выдержке 1.500 При ИСО 6400 Это как Это Очень 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 Странно Вот Поэтому Вам Задание Скинуть В группу Значит Я задаю Вам 30 Скриншотов Которые Мы С вами Проходили 30 Скриншотов Новых Нужно будет Сделать На разных Параметрах Теперь Касательно Самой Фотографии Как Задумка Как Идея Прикольно Значит Дайте я Вот так Ее Открою Чтоб Было Видно Как Задумка Как Идея Прикольно Но Блин Вот это Техническое Исполнение СО 6400 Просто Вы же Очень много Что-то теряете И по По качеству Картинки И по всему Как Идея Как Задумка Прикольно Конечно Вот здесь У нас Есть Вот эта Вот разница Может Нужно Было Чтоб Как-то Было Симметричней Вот Второй Момент Вот эти Пересветы Которые Здесь Если Так Вот Отмечу Вот Пересветы Которые Здесь Они Мешают Выгорают Ну Учитывая 6400 Там Даже Нечему Будет Восстановить Ну И плюс Насколько Нужно Было Чтобы Вся Фотография Была Вот такая Розово-красная А у Нее Лицо Вообще Краснючее Краснючее То есть Здесь Даже Это Не Тонировка А просто Все Какое-то Завалено В красный Бесконтрольно И Вот этот Вот Цветовой Шум Мы же Все Проходили Это Поэтому Значит Вам задание Помимо Трясти скриншотов Пойти Эту же девочку Переснять С нормальными Параметрами И С нормальным Адекватным Чувством Понимания Что вы Вообще Там Делаете А не Просто Лишь Чтобы Сфотографировать Это Очень Важно Так Следующий Наш Участник Так Угу Угу Все Ясно Понятно Значит Такой Вот вам Комментарий Здесь Вот это Вот Очень Плохо Сейчас Я вот так Отмечу Для чего Вы снимаете Вот С таким Вот Этим Едким Пересветом То есть Вот же Вот Я вот так Отмечу То есть Вот Это Некрасиво Это Выглядит Плоско Тени Очень Жесткие Прям Жесточайся Жесточайся Жесткие Выглядит Это Неаппетитно И Не Как-то Презентативно Или как-то Сказать Слово Вот это Вот Сегодня я Слова Забываю Вот Поэтому Смотрится Не очень Хорошо Вот это Все Размыто И уходит В пересвет Это не пойдет Нужно снимать Мягким Источником Освещения Вот Не Жестким Тоже Можно снимать Но то Как здесь Это реализовано Мне Не нравится То есть Не пойдет Здесь Пересвет С жесткими Тенями Это Некрасиво Попробуйте Еще одной попыткой Только через Диффузор Чтобы Выглядело Это дело Получше Значит Следующий Наш Участник Понятно Значит По параметрам Ясно Здесь Нужно Задаться Вопросом Что здесь Главное Огонь Или Адреналин Раш Вот Что здесь Самое главное Потому что В данном случае У вас Фон То есть Я говорю Про вот это Гораздо Активнее Чем ваша Модель То есть На вашу Модель Вообще Практически Не попадает Никакого Света То есть Она в темноте Стоит Вполне В темноте И Было бы Лучше Если бы Вот это Было Менее Такое Активное А Сам Напиток Наш Адреналин Раш То есть Вот это Вот Оно Было Как-то Поярче Гораздо Чем Здесь То есть В этом Есть промах Свет Нужно было Увеличить И тогда Получилось бы Ну в целом Как бы нормально И не забывайте Про фокусные Расстояния Это Очень важно Если вы Изучите Этот момент Ой Ребят Сори Придется Похрехтеть Так Если вы Изучите Значит Рекламную фотографию Вы больше Увидите Что банки Не всегда Прям идеально ровные Я говорю про Вот эту Ровизну Ровизну Новое слово А банки Обычно Они Имеют Немножко Вот такой Вот Выпуклый Ну я Сильно Конечно Немножко Выпуклый Вид За счет Фокусных Расстояний То есть Снимает Там на 70 мм Вот самое Такое Вот Как это Вот Ну посмотрите Бутылки Банки В основном Такая картинка Она похожа На Семидесятку Конечно Есть и На разных Параметрах Снимают Я не Привязываю Какое-то Фокусное Расстояние Для того Чтобы снимать Конкретно Банки Но Выглядело Бы поинтереснее Я на Теме По Композиции Это показываю Где у меня Есть Красная Бутылка И Где Есть Черная Бутылка По-моему Кстати В целом Можно даже И показать Здесь Это Скорее Всего Было Здесь То есть А вот Банка Которая Вот Так Вот Стоит Она Такая Немножко Монументальная И Банка Вот Стоит Плоская У меня Есть И такое И такое Вот Но В обоих Случаях Банка Ярче Чем Задний Фон То же Самое Как и Бутылка Вот Пожалуйста Бутылка Ровная Но Она Гораздо Ярче Чем Задний Фон То есть Даже Вот Здесь Видно Что Огонь Не Перебивает Вот Это Все И Все Идет Как Это В таком Равновесии У вас В ваших В вашей Работе Вот Получается То что Огонь Который Тут Есть Он Слишком Вот Если Вживую Смотреть Сразу Зритель Прикроет Глаза Потому Что Это Ярко Сразу Будет Щурение Глаз Когда Если По настоящему Вот Это Увидеть Поэтому Не Заставляйте Людей Щурить Глаза И Ну Вот Эти Вещи Учитывайте И Немножко Здесь Конечно Не Хватает Сверху Воздуха Значит Следующий Наш Участник Параметры Такие Это Все У нас Понятно Хорошо Значит Значит Что Мне Тут Не Нравится Мне Не Нравится У меня Такое Ощущение Что Это Немножко Скошено Либо Не Знаю Сейчас Линейка Я не Умею Проводить Линейки Второй Момент Я Вижу Очень Сильно Вот Здесь Текстурный Фон То Для Чего Вот Этот Фон С Текстурой Нафиг Он Тут Нужен То Есть Зачем Второй Момент Мне Не Нравятся Вот Эти Жесткие Слишком Жесткие Тени То Есть Вот Их Нужно Было Либо Смягчать Либо Заполнять Потом Мне Не Нравится То Как Апельсин Выглядит Он Не Круглый Он Какой То Такой То Есть Как Это Сделать Либо В Пластике Вы Прямляете Я понимаю Что Идеально Белых Белых Хотел сказать Идеально Круглых Апельсинов Наверное Не бывает Но Как-то Аккуратно Можно было В пластике Это дело Подтянуть Потому Что мне Не нравится Мне Не нравится Что на На этом Самом Апельсине Где Вот Вот Здесь Либо Вот Вот Здесь Не Хватает Блика А Здесь Вообще Темно И Здесь Очень Уходит В темноту То Есть Нет Какой Такой Воздушности Которая Очень Нужна И Вот Эти Тени Которые Вот Эти Как Бритва Вырезанные Они Смотрятся Так Себе Лучше Пусть Это Будет Все В Таком В Мягком Свете Чем В Таком Жестком При Том Что Можно Общий Свет Поставить Мягкий Прям Мягкий И Отдельно Снять Чтобы Свет Пожестче То Это Получается Либо Второй Сточник Ставить Либо Чем То Так Отразить Чтобы Вот Здесь Было Больше Вот Этого Белого Потому Что Вот Это Беленькое То Что В Данном Случа Вот Это Показывает О том Что Здесь Мокрое И Это Все Блестит Но Здесь Этого Мало Поэтому Рекомендую Переснять Апельсин С учетом Комментариев Которые Я Вам Сейчас Озвучил Следующий Участник Значит Следующий Участник Окей Что У нас Тут По Параметрам Ясно Так В целом Это Могла Быть Не Плохая Фотография Еще раз Посмотрю На какое Фокусное Расстояние Это Сняли На 59 Миллиметров Фокусного Расстояния Вот Но Здесь Есть Небольшие Небольшие Ляпы Причем Не то Что Ляпы Первое Что Допустим Вот Зачем Учитывая Что Здесь Сейчас Вот у нас Три апельсина Зачем Вот это Здесь Вот Вот этот Участник Если Так Разбираться Ведь Он тут Есть А где Вот От этого Я вижу Здесь Небольшой Контур Есть И Что Тут Как То Видно Было Бо Лучше Если У них У них У всех Было Было Какое Отражение Вот Так Вот Тут Вот Так Вот Как То Вот Так Вот Когда Как То Было Ок Теперь Вот Ее Очень Мало И Второй Момент Видно Что Апельсин Сухой То Есть Влажности У апельсина Как будто Нет Он Сухой То Вот Я Вижу Было Было Здорово Если Глубина Резкости Была Больше То Есть Как Там Можно Посмотреть На Текстуру Ведь Вы Здесь Как В кадре В глубине Резкости Это Вот Только Этот Участок Показали А В нем Практически Нет Никакой Текстуры Она Вроде Бы Есть Но Она Какая То Не Особо Активная И Это Все Дело Выглядит Сухим Потом Я Вижу Здесь Вот У нас Вон Волосня Торчит И Было Было Если Вы Так Аккуратно Вот Здесь Сделали Срез То Как То Тут Срез Но Как Нужно Об Об Срезе Позаботиться Ну И Плюс Я На Вашем Месте Если Оставил бы Какую Нибудь И Вот Это Вот Это Я Был Как То Высветлил Вот Вместе С этим Было Красивее Поэтому Снимаем Еще Раз С Учетом Всех Комментариев Которые Я Вам Сейчас Озвучил Идем Дальше Так 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 Смотрим На Параметры Кто Это У Нас И Что Это У Нас Так Ясно Ясно А В целом Как бы Ничего Но Тут Есть Небольшая У нас Проблема Как Как я люблю Говорить Хьюстон У нас Проблема Кто Здесь Главные Снимки Вы Кого Хотите Показать Вы Хотите Показать Лицо Или Вот Эту Часть Вот Я Это Сейчас На Апельсинах Тоже В Глаза Бросается Вот Эта Самая Яркая Часть Фотографии Нежели Лицо То есть Какая Сейчас Проблема Нужно Увеличить Яркость На Лице Уменьшить Яркость На Теле Все Вот Так Вот Сделаю И Тогда Будет Как бы Норм Но Сейчас Не Пойдет И Плюс Опять Таким Вот Есть Такой Момент Убирать Ли Эти Складки Или Нет Вы Сами Всегда Решаете Но Если Их Убрать Смотрите Лучше На Сам Деле Но Не Все Умеют Их Красиво Убирать Значит По Ретуши Да Вроде Все Ок Опять Так Еще Раз Я Смотрю Сейчас Это На Данный Момент На Планшете Выглядит Такой Немножко Софт Красивенько Единственное Что Вот От Этой Венки Я бы Избавился Б Которая Здесь Вот Ну И Вот От Этой Я бы Немножко Избавился Надо Учитывать И Насколько Сейчас Вот Эта Рука Она Красива Посмотрите На Нее Нужна Ли Она Там Притом Что Я Сам Нашу Замечательную Модель Тоже Сфотографировал У меня Тоже Там С Руками И Хочу Сказать Что Руки Это Самое Сложное Что Фотографировать Потому Что У всех Руки Разные Одна И Тажа Какая Поза Она Может Не Подойти Потому Что Визуально Все Руки Отличаются Вот И Если Вдруг У меня Не Получается Как То Снять Руками Я Лучше Убираю Руки Я Не Говорю Что У Модели Что Плох С Руками Но У Модели Отличные Руки Единственное Что Нужно Просто Следить Самому Фотографу Который Снимает Руки Вот Значит И Вот Здесь Если Посмотреть Вот На Этот Как За счет Того Что Вот Этот Участочек Блин Я И так Поменьше Взял Этот Как Его Кисточку То Вот Этот Участочек Вот Он Горит Ярче Вот Я Прям Вот Его Вот Так Вот Он Горит Ярче И Кажется Из этого Ногти Кривые То Есть Этот Момент Нужно Учитывать Равносильно Допустим Как Здесь Вот Я Вот Здесь Немножко Выровнял А Вот Тут Смотрите Здесь Ногтя Много А Здесь Ногтя Почти Нет Тоже Бросается В Глаза А Здесь Ногтя Много То Есть Либо Здесь Нужно Нарастить То Есть Вот Оставшуюся Часть Этого Ногтя То Есть Вот Либо Чуть Чуть Нарастить Либо Спуская Выравнивая Это Выровнять До Следующего Ну И Вот Видите Как Смотрите Вот Вот Здесь Сейчас Модель Скажет Вот Уместно К тебе Проблемы Нет Уважаемая Модель У вас Все Отлично Вот Просто Это Такие Рабочие Нюансы Которые Нужно Видеть На ходу Я Часто Сталкиваюсь С такими Вещами Потому Что В обычной Жизни В обычной Жизни Там Один Миллиметр Или еще Что Особо Как-то Незаметно Потому Что На это Не смотришь Но Когда У нас Фотография Мы Ее Рассматриваем И Эти вещи Просто Бросаются В глаза Вот Модель Здесь Получилась Хорошо Но Вот Эти все Нюансы Которые Я сказал Их Нужно Вам Подправить В данном Случае Не знаю Выбирайте Если у вас Сразу Готовые Эти снимки Либо Также Переретушируйте И Я Жду Этот Результат Идем Значит Дальше Так Смотрим Дальше Все Ясно Понятно Понятно Итак Что мне Здесь не нравится Во-первых Я вижу То что Вот Вы Сейчас Вот так Вот я Открою Я это Даже Вижу Здесь Не открывая В самом Фотошоп Я вижу Вот здесь Ну Там Еще Фон Там Заканчивался Вот здесь Вижу Вы Пытались Что-то Здесь Затемнить Вот Вижу То есть Вот Я вижу Фон То есть Вот Это Все Видно Если Сейчас Я в кривых Эту фотографию Открою То Там Вообще Будет Все Это Видно В кривых Я имею Ввиду То Что Я по Нему По Яркости То есть Видно Что Вы Затемняли Причем Затемняли Очень Как-то Неопрятно То есть Вот Теперь Слишком Впритык Снято На Таком Фокусном Расстоянии Причем Не хватает Воздуха Это Вы сняли На Фокусном 50 Вам Ничто Никто Не мешало Немножко Отодвинуться Назад И Чуть Раскрыть Фокусное Расстояние Регулируя Воздух Над головой То есть Полностью Все Вот Обратите внимание Здесь Что не хватает Во-первых Здесь плоско Здесь нет Объема Практически Я не вижу Никакого Объема Я вижу Тут написано Мэри Ми Ну И цветочки При том Что непонятно Это живые цветки Допустим Гвоздиком Вроде живые Но Я вижу Что здесь Пустой Флакон Здесь нет Ничего Вообще Насколько Нужно Было Снимать Пустой Флакон Чтобы Эпек Смарелось И кстати Вот Крышку Крышку Вот Я вижу Как тоже Затемняли Она у вас Попала В затемнение Если посмотреть Зарубежную рекламу В большинстве Случаев Я всегда Замечаю Что Вот этой Вот палочки Там никогда Нет Вообще Никогда Нет Ну Пустой Флакон Всегда Видно Поэтому В данном Случае Немножко Не продуман Сам ход Самой Съемки Самого Выбора Фокусного Расстояния Самого Объекта Вот Поэтому Не усложняйте Себе Жизнь Тем более Вы еще Взяли Округлый Это как его Аквариум Который Отражает Абсолютно Все Что Усложняет Вообще Задачу Снимать Учитывая Что вы Как минимум Снимали Дома У вас Все Что вы Затемняли То есть Вот Вот здесь Вот Вот Что это Такое Вот Вот это Вот То есть Это же Все Ваш аквариум Вам Вытащит И покажет И наверное Где-то Вот здесь Наверное Еще Вас Видно С фотоаппаратом Поэтому Не усложняйте Себе Жить Можно Было И без Аквариума Хоть На букву А Сфотографировать Вот это Вот То есть Было бы Гораздо Поинтереснее И Еще раз Говорю То что У вас Тут Пустой Флакон Это Видно И вызывает Много Вопросов Тем более Там Такие Написаны Слова Значит Идем Дальше Так Понятно Понятно Давайте Разбирать В целом Знаете Он прям Действительно Похож На Идиана Жонса Не знаю Кстати А что Написано Что у нас В описании Ну-кась 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 Сейчас я Открою Фотографию Так В описании У нас А что у нас В описании Где ваша работа Вот здесь Скорее всего Вы Подписали Так я сейчас Не Хотя в принципе Я сейчас Открою Ну скорее всего Это имя Человека Ну-кась 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 Нет Не могу Вас сразу Найти в чате Чтобы Посмотреть Вот нашел Артем Понятно Это у нас Артем Артем Очень сильно Похож на Харрисона Форда Вот прям Тут такой вот Прям Образ В целом Фотография Прикольная Я понимаю Что вы снимали На Такую Старую камеру Вот Но опять-таки В умелых руках Даже старая камера Даст хороший результат Вот Такой вопрос Вы Это Ретушировали С RAW Снимка Исходника Или с JPEG У меня такое ощущение Что как будто бы вы Открыли JPEG И конвертировали Точнее Ретушировали Уже готовый JPEG Либо Второй вариант Немножко вас Монитор Вас подводит И Про что я говорю Я говорю про Вот эти вот черные дыры Которые здесь Есть Обычно Когда RAW Открываешь Можно там Все это дело Подкорректировать И Когда Обычно RAW Открываешь Все не выглядит Таким Слипшимся Слипшимся Я Называю Когда Мало Градиентных Переходов И все Какое-то Вот прям Четкие Какие-то Границы Есть Вот Значит Если вы У вас есть RAW Рекомендую его Переконвертировать С учетом Того Что Вот здесь у вас Провалы Идут Вот Ну и Можно сказать Да Может быть У вас Какие-то Там Проблемы С монитором Но Помните Да Мои рекомендации Посмотреть На Сотовом Телефоне Не знаю Там На Айпаде Или еще Что Где Более-менее Хотя бы Сейчас Ставят Как его Экранчики Ну Хоть Что-то Может Разглядеть Теперь Ладно Давайте К другому Мне не нравится Вот Вот здесь Эта часть Которая уходит В пересвет Мне не нравится Что Что Вот я вижу Прям Вот эту красноту То есть Она вот Кусками Вы помните Да Наш Метод Плюс 5 Минус 15 То что Можно убрать Значит Мне не нравится Вот эта Вот какая-то Так Чуть я тут Намутил Не знаю Что Мне не нравится Вот эта Вот резкость Которая В данном случае Она у вас Нарошенное Такое ощущение Либо У вас какой-то Либо промах По фокусу Небольшой И вы пытались Его как-то Компенсировать Не знаю Но Образ Прикольный Вы все Классно Подобрали Проблема Сейчас Вот В этих Вот Участках Которые Хочется Подтянуть То что Здесь Вот так Вот темно И треугольничек Вот так Даже Смотрится Как это Мне нравится В общем Как это смотрится Потому что Здесь Это как Вот такая Некая Загадочность Вот этот Взгляд Из-под бровей Практически Ну с темноты Что смотрится В общем Классно Конечно Если была бы Здесь какая-нибудь Плеть еще Вообще Было бы Классно Ну Как-то Кожная плеть У Диан Джонса Там Плеть-то Была Вот Прикольно Но рекомендую Переконвертировать Эту работу Идем дальше Понятно Так 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 Диафрагма 16 30 секунд Угу Видно 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 Делали На длинной Выдержке Сказал Капитан Очевидность Что мне Не нравится Здесь Во-первых Видно Как Искусственно Вы Вот это Вот Затемнили Сейчас Вот Видно Что Затемняли И при том Что Где-то Это Затемнили Где-то Нет Так Смотри Сейчас Придется Покашлять Видно Что Вы Где-то Это Затемнили Где-то Нет И Соответственно Вот это Немножко Выдает Не нужно Было Вот так Затемнять Маской Прорабатывать Нужно Было Просто Общую Делать В кривых Затемнить Какие-то Вот Всю Фотографию Но Не Вот так Вытаскивать Как Вы Это Сделали Теперь Что Мне Не Нрав Что Не Хватает Немножко Объема То Да Я Вижу Здесь У нас Вот Пожалуйста Наша Схемочка Парамбрант Вот У нас Теневой Участок Но Нужно Было Сделать Чуть Поконтрастней В плане Того Чтоб Немножко Потемнее Та Самая Ну Вот Я В прошлом Комментарии Говорил Про Вот Эту Точку Если Опять Так Видите Такую Точечку У себя Просто Ее Уберите И Будет Немножко Получше Вот Смотреться То Вот Хоть Это По сути Ничего И не Решило Но Я И По Свету Но В глазах Я В целом Окей Но Композиционно Композиционно Не знаю Я бы еще Поработал бы Над этим Снимком Потому Что Допустим Ну Вот Эта Вот Часть Вот Это Сейчас Секунду Вот Вот Эта Часть Очень Сильно Перевешивает То Есть Вот С Этим Прям Знаете Похоже На Вот Поработайте Еще Между Прочем Я Сейчас Не смогу Найти Где Я Видел Этот Снимок Но Это Очень Популярная Вообще Такая Стилистика Где Вот Лицо То Допустим Лицо Дайте Я Сейчас Все Лишнее Уберу Так Все Уберем Вот Как Тут Ластик Регулируется Ластик Объектов Ладно Пикселей Путь Будет Я Думаю Вот А вот Стал побольше Значит Что Я Как-то Видел Даже Была У меня Такая Идея Это Тоже Что Дело Попробовать Единственное Что Руки Никак Не Доходили Вот Лицо В данном Случае Вот Ваше И В эту Сторону Вот Прям Одним Это Снято Получается Могу Скать Что Обычный Рефлектор Пилотный Свет Вспышка Пыхнули И потом Уже Работает Пилотный Свет Лицо Прямо Вот Видно Что Вот Эта Часть Переходит Вот С такой Вот Этой Вот Натяжной То есть Вот Эти Вот Когда Все Растягивается Вот Сюда Переходит Вот Здесь Что-то Одно Лицо Вот Постояло А потом Переходит Вот Сюда То есть Вот Я Тогда Еще Думал Как Это Сделали В плане Того То Что Когда Видите От него Остается Шлейф Но Там Было То Что Посередине Шлейфа Не было И Я Думаю Я Понимаю Как Это Сняли Значит Максимально Темное Кожа Максимально Темное Помещение И Получается Пых Сделали Значит Работает Пилотный Свет Лицо Повернули Допустим Вот Сюда Выключили Свет Значит Лицо Потом Построю Я Не знаю Как Это Ровно Так Сделали Мне Очень Понравилось Либо Фотошопе Может Вот Здесь Вот Просто Вот Это Почистили И Все Вот Поэтому Идею Нужно Лучше Доработать И Чтоб Она Была Объемная И Тогда Будет В общем Смотреться Круто И Не Надо Вот Так Вот Ну То Что Я Сейчас Показал Вот Это Вот Так Зачищать Это Смотрится Как Вырезанное Облачко Поэтому Так Себе В этом Плане Идея Следующий Наш Участник Смотрим На его Параметры А параметров Почему-то Я не вижу Почему Нет параметров У вас Снимок А Я помню Вы меня Предупреждали Говорили То что Когда вы Скидываете Не показывает Какая-то У вас Техническая Неполадка Изучите Пожалуйста Этот Момент И Следующий Пожалуйста Разбор Скидывайте Чтобы У меня Были Видны Параметры Потому что Если Учитывая Что вы Участвуете В первый Раз Я Сейчас Все это Дело Комментирую Но В последующем Я Комментировать Такого рода Работы не буду Потому что Мне нужно Понимать Как вы Работаете С камерой Но О вашей Проблеме Которую Вы мне Говорили Еще Месяц Назад Предупреждали Что у вас Не получается Как-то Скинуть Я ее Помню Вот И поэтому Сейчас Как За нарушение Правила Я ее Считать Не буду Итак Давайте Посмотрим Во-первых Вы сняли Мне колонку Я понимаю Что вы можете Сказать Акустик Ну В следующий раз Потом вы мне Скинете Колонку На П И скажете Пластик Это же Как-то Тоже Странно А как Еще Можно Колонку Назвать На А Не знаю Может Я чуть Не знаю Вот Окей Примем Это за Акустику Но В последующий раз Опять-таки Учуя Что вы Впервые Участвуете Нужно Этот момент Продумывать Равносильно Как и Бутылка С Чивосом Личо у нас Там было Я понимаю Что это Алкоголь Вот Но Нужно Опять-таки Еще раз Учитывая Что Много Новичков Я этот момент Сейчас упускаю Чтобы вы Просто у вас Была хоть Какая-то Практика Практика В того То что Как скидывать Чтобы у вас Что-то У вас Получалось Ладно Все Слишком Много Болтаю Во-первых Немножко Б Я Баланс Белого Поправил Чуть-чуть Увел бы В желтую У вас Колонка Синие Да Я понимаю Что Если посмотреть Рекламу Железок Всяких Или еще Что Часто Все Выглядит Таким Сине Зеленым Но Это Делается Специально Контролируя То есть Даже Когда я Что-то Снимаю Я добавляю Туда Вот эту Синевую Зелену Для того Чтобы Это Там Смотрелось Но В данном Случа Я понимаю Что У меня 95% Я думаю Что у вас Просто так Получилось Потому что так Получилось Поэтому Научитесь Сначала Снимать Максимально Так Чтобы Ничего Как это Не менять По балансу Белому А потом Уже Вы сможете Вот так Тонировать Для того Чтобы выглядел Вот так Стильненько Касательно Снимка В целом Снимок Прикольный Мне Он Нравится Единственное Что Я бы Здесь Что бы я Здесь Добавил Я бы Добавил Вот сюда Немножко Контрового Вот Слегка И Было бы Здорово Вот То что У вас Тут Это Выглядит Не плоско Это здорово Все это Классно Вот И В целом Ок Развернул 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 бы Я Картинку Коронку Коронку Что ж такое А колонку В другую сторону Да Посмотрел бы Как это Смотрится В принципе Можно снимок Отразить И То есть Проблем нет Но учитывая То что Здесь А в принципе Давайте посмотрим Здесь же Тоже можно Как это делать Наверное Где А вот Вот так Я думаю Было бы лучше То есть Чем Вот так Хотя Хотя И так И так Хорошо Мне Допустим Лично Мне Комфортнее Смотреть Вот так То есть Вот Даже Вот С таким Кадрированием Которое Я сейчас Сделал Вот Вот так Чуть Чуть Вот И Здесь Уже Получается Сбоку Сейчас Я нажму ОК О О Теперь Мне вообще Нравится Вот здесь Где-то Сбоку Сбоку Я бы Ну Обычно Рекламщики Ставят Вот какое-то Такое Описание Что-то Вот здесь Написано Что-то Вот так Вот написано Вот здесь Вот что-то Написано Ну и Вот здесь Вот Плямба Какого-то Многотипа И Что-нибудь Еще Вот Вот так Мне Картинка Больше Нравится Вот Когда фотографируете Не забывайте Про Такую штуку Как композиция Если Сняли так Попробуйте Еще Посмотрите Так Вот так Покрутите Здесь Переверните Все время Ищите Максимально Удобный Комфортный Вариант То есть Если вы Просто Поставили И сфоткали Этого мало Но вот так Вот лучше Потому что На взгляд Зрителя Идет Вот отсюда То есть Вот Вот так Вот И приходит Вот сюда Смотрит На эту штуку То есть Я бы Снял бы По-другому Вот Но у вас есть Отличная возможность Переснять Так Ага Понятно Понятно Давайте посмотрим Параметры Диафрагма Машенька Вот она Да Фокусное расстояние 35 А почему У меня 52 Снизу Интересно Ну ладно Хорошо Чтобы я бы Как бы я бы Это снимал Во-первых Я бы Фокусное расстояние Зал бы шире Значит Что-то я по привычке Сейчас Когда комментирую Посмотрел Значит В экран Как его В монитор И этот Смотрю И комментирую Туда Хотя Я же здесь же Разбор устраиваю В iPad Значит Как бы я бы Снимал Значит Я поставил бы Максимально Широкий Угол У вас Я не вижу Какой-то объектив Видимо Какой-то Может китовый Учитывая Что это Никон Я бы Снимал бы Это на Как минимум 18 мм Для того Чтобы Больше было Всяких Искажений Вот Я бы Не снимал бы Вот с этой Точки Я бы Снимал бы Немножко С этой Точки Чтобы Телебашня Немножко Была бы Вот здесь Вот Вот так И Выдержку Я поставил бы Больше Чтобы машин Еще больше Проехало бы И Снимал бы Я Конечно Диафрагма 22 Так себе Удовольствие Было бы здорово Если здесь Была бы Больше Открытая Диафрагма Но Для этого Либо еще Надо больше Ночи ждать А плюс еще Либо эндофильтры К этому Надевать Но учитывая Что этого Нет Окей Пусть будет Та же самая Диафрагма Но Точка Ракурса Немножко Была бы Другая Тогда было бы Здорово Моя рекомендация Попробуйте Поснимайте Еще Чтобы И Как это И перспективка Была немножко Другая И направление Вот этих Вот машин Было Как-то более Продольное И соответственно Телебашня Я понимаю Что Вот сейчас Если вот сюда Пойти Снимать Машины начнут Вам бибикать Потому что Вы считай На проезжей части Но Нужно выждать Момент И соответственно Начать снимать Поэтому Попробуйте Еще разочек Я уверен Получится В целом Хороший Результат Тем более Такая машинка У вас хорошая Идем Дальше Кстати Я про Нашу съемку С вами Не забыл Машинку Будем Вашу Использовать Идем Дальше Значит Следующий Наш Участник Понятно Сразу Хочу Сказать Значит Что Мне Не нравится В этом Снимке Он Слишком Контрастно Черный Здесь Нету Мягких Теней Здесь Опять У нас Какие-то Провальные Черноты Хотел сказать Провальная Чернота То есть Не хватает Немножко Воздуха У вас Обратите внимание Какого цвета Каждая краска Она вся Черно-грязная То есть Грязно-оранжевый Какой-то Грязно-синий Грязно-зеленый То есть Это не какой-то Такой цвет Все грязное Все контрастное И все снято Очень жестким Источником Освещения На Параметрах Еще раз Ваши параметры Так Где Параметры Ход диафрагмы 2.8 Переснимите Это И плюс Опять-таки Я понимаю Что вы показали Акварель Я понимаю Что Не знаю То что там Нарисовали Эту акварель Но По сути Кроме грязных Красок Грязных Я имею ввиду Черных И Невнятного Непонятного Чего-то там Рисунка Я ничего не вижу Ход стрелки Направляют На него И Соответственно Для Что там написано Акварели Не знаю Что из Вот это Вот сбоку Написано Я не знаю Вот Это надо Пересмотреть И Мягким Источником Освещения Помягче Потому что Сейчас Это Не пойдет Такое Это нужно Переделать И Следите За фокусными Расстояниями Не бойтесь Снимать На более Широком То есть Более Широкий Угол Не бойтесь На нем Фотографировать Так Следующий Наш Участник Понятно 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 Итак Что я могу Сказать Про этот Снимок Значит Если Сейчас Смотреть Мне Не нравится Композиционно Как он тут Стоит Я понимаю Да Он по центру Но Может быть Как-то Лучше было Его Поставить Вот сюда То есть Ну Образно Вот сюда Чтоб он был Вот здесь И торчал Вот так Может лучше Было бы Сделать так И Опять-таки Зачем нам Смотреть На его Ноздри Вот для чего Нам его Ноздри Может быть Нужно было Немножко Приподнять Камеру И Может быть Это лучше Было бы В цвете Снять Я понимаю Что Здесь еще Ничего не поспело Ну и Поспело Образно Я говорю Про листья То есть Они еще Там Не вырезли Может быть В цвете Было бы лучше Чем Вот так В чб Поэтому Здесь Композиционно Нужно Переделать Этот снимок Потому что Сейчас Это Ноздри И Непонятно Поэтому Переделайте Тем более Сейчас Все Уже Начало Цвести Так Значит Следующий Наш Участник Так 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 Ок Значит 85 Миллиметров На Диафрагметрии 5 Так Что Мне Сейчас Вот Что Мне Не нравится В данном Случае В этом Снимке Опять Так Вот Эта Часть Очень Сильно Перебивает Просто Очень 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 Сильно Вот Вот Это Перебивает Нужно Было Ее Чуть Сделать По Как Это Менее Активной Теперь Что У нас Вы Выбеливали Зубы Они Слишком Белые Не то Что Слишком Белые Они Как Будто Бесцветные То Необязательно Было Делать Потом Допустим Вот Помада Вот Видите Да И Видно Что Здесь Она Стерта Мы С вами Знаем Метод Как Сделать Так Чтобы Вот Это Вот Вернуть Когда Съели Немножко Помаду Это Касательно Мейкапа Когда Что-то Не докрасили И Так Далее Вы Вы Забыли Про Плюс 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 Пять Минус Пятнадцать Это Когда Мы Немножко Выравниваем По Тону Глаза Опять-таки Вы Их тоже Либо Выбеливали Либо Еще что Но Они Очень Очень Прям Белые И Горят То же самое Вот Здесь Немножко Потушить И Вот Здесь Немножко Потушить Ребят Когда Вы Снимаете Людей Старайтесь Так Чтобы Взгляд Был На Человека А не На Самое Яркое Пятно То есть На Человека Я имею в виду На лицо В данном Лицо Вы Показываете А у Вас Самое Яркое Что Есть Это Одежда То есть Отвлекающие Вот эти Все Моменты То есть Этого Быть Не должно Если Вы Специально Не хотите Это Сделать Но В данном Случа Я не Уверен Что Вот Вы Мне Хотели Специально Показать Потому Что Как Минимум Как Минимум Значит Вы Снимали Эту Девушка На Букву А Зовут Но Вы Не Показывали Мне Вот Это Пальто На Букву А Ясно Да Поэтому Эти Моменты Нужно Учитывать Да Здесь У взгляда Есть Пространство Да Снято Прикольно Все Классно Но Вот Эти Моменты Они Очень Сильно Подводят Поэтому В совокупности Это все Нужно Переделать Вот Снимите Ее еще Раз Либо Отретушируйте Но Моя рекомендация Лучше Чтобы Вы Пересняли Это еще Раз Чтобы Было Покруче Покруче Я имею Ввиду Что Лучше Снять Чисто И быть Довольным Чем Затирать Все Вот эти Ляпы Которые Вы Не Заметили Но При Этом Я Понимаю Что Есть Такие Моменты Где В любом Случа Придется Ретушировать Потому Что На Стадии Съемки Невозможно Было Это Решить И Это Единственный Был Выход Снять Так Чтобы Потом Ретушировать Я Это Тоже Не Отрицаю Поэтому Моя Рекомендация В данном Случа Если Переснимите Будет Круче Но Если Бывает Такое Что Нет Модели Улетела Не Знаю Где Доретушируйте Чтобы Было Получше Дайте Немножко Атмосферы Так Следующий Наш Участник Так Смотрим 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 Понятно Значит Что Мне Здесь Не Нравится Так Подождите Я что-то Как-то Невнимательно Посмотрю Еще раз Посмотрю Ага Ясно Мне Не Нравится То Что Здесь Нету Объема Здесь Все Какое-то Склеенное Вырезанное То есть Нету Никаких Теней Нету Никаких Переходов То есть Если На Одних Из Прошлых Комментариях Я говорил Что На фотографии Не хватает Вот Этих Блестяшек То Здесь Они Смотрятся Как-то Вот Даже Почему Сейчас Объясню Вот Корка апельсина Обратите внимание Она Выглядит Как будто Ее Помазали Каким-то Желтым Маслом И Вот Это Все Стало Склизким Скользким То есть Это Выглядит Вот Так Вот То есть Это Не Выглядит Свежим Апельсином Это Выглядит Каким-то Старым Апельсином Хоть Порезано Нормально Композиционно Постали Нормально Но Технически Как Сфотографировано В данном Случа Я говорю Про Светотеневой Рисунок Мне Не Нравится И Все Очень Едко Контрастно Я допустим Что-то Как-то Не знаю Поэтому Я не знаю Как вы Отконвертировали Файл И Что вы там Накрутили Но Здесь Выглядит Очень Контрастно И Очень Скользко То есть Как будто Маслом Натерли Как будто Даже Где-то Несвежее И То есть Вот Этот Участок Какой-то Непонятный Вот Здесь Что-то Черное Неаппетитно Смотрится Вот Здесь Апельсин Уходит В какую-то Черноту Синюю Черноту Понимаете То есть Вот Это Не пойдет Откройте Пожалуйста Я не знаю Бехан с апельсиной И посмотрите Как снято Соответственно Чем больше Будете Это Видеть Тем Проще Вам Потом Будет Самой Снимать И Будет Понимание Как снимать То есть Видеть будете Потому что Я сразу Вижу Вот эти Вот Ляпы То есть Вот Как Это Все Дело Бросается Грязный Какой-то Апельсин Есть Грязный Гарри Есть Грязный Апельсин То есть Вот И Соответственно Кожура Вот Это Не Пойдет Поэтому Рекомендация Это Переснять Следующий Следующий Наш Участник Понятно Очень Сильно Похожа На Стилистику Виктории Ивановой Она У нас Специалист По Грушам Очень Хорош Фотограф Всегда Я ее Хвалю Вот Но Здесь Как-то Недоработано Вот Эта Чернота Насколько Она Нужна Вот Этот Плоский Свет Зачем Он Такой Нужен Смотрится Во-первых Из-за того Что здесь Очень Маленький Источник Освещения Жесткий Источник Освещения Смотрится Как-то Непонятно Трязно Смотрится Плоско Смотрится Нету Теней Вот Есть ли Тут Тень Я ее Не вижу Есть ли Тут Но Она Куда-то Чуть Вот Вот Здесь Вот Так Плоско Вот Здесь Плоско То есть Вот Вот Плосковато Да Есть Тени Как бы лучше Это было снять Зачем это вообще Нужно снимать На акриле Только потому Что у вас Есть акрил Нафига он там нужен Ведь можно же Поставить ту же самую Какую-нибудь там Крафтовую бумагу Если вы хотите Просто в той же стилистике Как Виктория Иванова Снять Где-то доски поставить Либо еще что Это же Насколько облегчит Вам задачу Поэтому Моя рекомендация Пересмотреть Вот этот снимок И Попробуйте Снимить его Не вот так Вот с жестким источником А ведь у вас же По-моему же Вы вспышки купили Контровичок Можете сюда поставить Вот так вот Чтобы как-то Это было получше И в цвете Я думаю Было бы лучше Но учитывая Что здесь плоско Оно смотрится так себе Вот просто фонариком Посветили Вот поэтому Рекомендация Это переснять И Как этот концепт Весь Переосмыслить И Я более чем уверен У вас может выйти Хорошее Итак Следующий наш участник Смотрим на Его параметры Все ясно-понятно Единственное У меня задается к вам Вопрос На какой вы Это вспышки Фотографировали Что вы поставили Выдержку 1,5 секунды И плюс у вас Еще Исо 800 Вообще По сути Это целое Как это Если вот такое Вот снимать Нужно понимать Нужно понимать Какая вообще вспышка Потому что Чем вы Даете Больше мощной Вспышки Тем импульс Ее Медленнее Вот И Многие фотографы Немножко этот момент Не понимают И снимают Еще при этом Сейчас Плюски Получается Исо На 800 И открывать Диафрагму На 2,8 Потому что Вот эти вещи Когда вы Бросаете Для вот этих Всплесков Не всегда Удается Кинуть так Чтобы попасть В глубину Резкости А учитывая Что вы снимали На 2,8 Ну Такое занятие Усложняющее И очень много Кадров Они Как это Вне Ну как В расфокусе Равносили Как авокадо У вас Там Оно в расфокусе И у вас В резкости Глубина резкости Вот там На маленьком Брызге И все То есть По сути Снимок Это так Не пойдет Так Идем Следующему Так Что это у нас Так Что это у нас такое А почему у вас 2 секунды Выдержка Вот Сейчас Непонятно Вы Как снимаете Я не пойму Это как Не понимаю Зачем вы Именно Вот так Вот Его сняли Потому что Здесь же Везде есть смаз Причем Этот смаз Он есть В объектах Что вы с ними делали Вы Этот снимок Потом склеили Либо что вы с ним сделали Потому что Если посмотреть Сейчас допустим На фон Он четкий Я не вижу Здесь какого-то Смаза Если я смотрю На Сам бутыль Он четкий Но Я вижу Вот здесь Работу С естественным С этим С постоянным Светом То есть Получается Вы поставили На штатив И начали Постоянным Светом Когда светить Вы начали Вращать Этот свет Оттуда И появился Вот этот Эффект Что смотрится Ну Так себе Если разбирать А вот это Вообще Все Здесь Какой-то Смаз То есть Называется Снимок Смотришь И потом Идешь К окулисту Потому что Ну Это некомфортно Смотреть на такое Ту задумку Я примерно понимаю Что вы хотели Но ту задумку Которую Если вы ее хотели Вы ее совсем Не Как это Не Не сделали ее И поэтому Такое не пойдет Пересмотрите Что вы делаете И сделайте это По-нормальному И смотрите На вот эти Совсем Очевидные вещи Которые тут есть Иначе Это Ну Так себе В общем Переделайте это все Значит Следующий Наш Участник Давайте посмотрим Понятно Понятно Что мне здесь Не нравится В этом снимке Давайте разберем Во-первых Здесь Слишком все Вот в этих местах Слишком все Впритык Прям Очень-очень Впритык Нужно было Дать немножко воздуха Понятное дело Бывают разные ситуации Либо этот воздух Можно нарастить То есть Понятное дело В фотошопе Либо уж Сразу Чисто так Снимать Мне не нравится Мне не нравится Как вот здесь Уходит В пересвет Ну Вот эта часть Они уходят В пересвет И Вот смотрите Вот на апельсине Вот горят Это хорошо Вот здесь Этого нет Нужно было Позаботиться Чтобы здесь Чтобы здесь Тоже Вот это Вот горело Было бы здорово Если бы здесь Был бы какой-то Сзади фон Чуть-чуть Чтобы он какой-то Такой был Светленький То есть Вот так вот В целом Прикольно Но Можно было бы Даже Вот смотрите Вы сейчас Получается Вот апельсин Вот два Грубо говоря Апельсина И вот эти Кольца Они стоят У вас Вот так Можно было Сделать Таким образом Вот два Апельсина И эти Корки Поставить Вот так И была бы Какая-то Глубина резкости Даже На какой Вы диафрагме Это сняли Сейчас я посмотрю Это у нас Где Снимок Где Вот он Это у нас Диафрагма 6.3 Можно было Чуть-чуть Приоткрыть И вот это Красивое Оно бы Плавно-плавно Туда размылось Вот Вам отдельное Задание Попробовать Еще раз Вот такое Вот снять Будет Я думаю Красивее Следующий Наш участник Так Параметры Понятно Ну-ка Сейчас посмотрим На него Еще раз Что мне В этом снимке Не нравится Давайте Его разберем Так Что мне Не нравится Где Во-первых Вот Давайте начнем Что мне нравится Мне нравится Что у Этого апельсина Есть текстура Это красиво Но мне Немножко не нравится Что она Выглядит Немножко Высохшей Чуть-чуть Нужно было Ее смочить Чуть-чуть Мне нравится Композиционно Как-то Все смотрится Но если Ну я имею Сейчас верхнюю часть Но нижняя часть Очень сильно Проигрывает То есть Получается Вот здесь У нас Активный участок А вот тут У нас Темнота То есть Я максимально Попробовал Сделать так Чтобы вот это Тоже было видно Чтобы не получилось Так что Это висит Вот этот апельсин Висит в воздухе Понятно Да Я бы Немножко усилил Был бы свет То есть Вот так Проработал бы На вот этих Листьях Мяты Вот эту мяту Я бы Вытащил бы Немножко Вот так вот Допустим Не всегда получится Вот здесь Подсветить апельсин Но Если бы вы Допустим Взяли бы Вот эту мяту И поставили бы Ее как-то Вот так вот То соответственно Эта мята Она бы спокойно И здесь бы отражалась То есть В данном случае Вот это был бы Выход Вот эта мята Красиво смотрится Потому что У нее листочки Ну листочек Он такой Как это Блин Да я мяту нарисовал Как будто Барта из Симпсонов Похоже Нарисовал Нет Это дед Из Симпсонов Вот Здесь вот Она видите Вот так вот Орхит Вот так вот А вот это Как будто Ее запихнули Просто Вот так вот Кульком Туда И все То есть Будет красивее Если вот это То есть Вот эти листья Осмотрелись бы То есть Вот такой куст Был бы Также и здесь Вот так Тогда было бы Красиво Ну вот По яркости Немножко не хватает Вот Немножко не хватает Вот Ну и плюс У вас ББ Немножко ушел В синий Можно сказать Что немножко Монитор Как его подводит И так далее Вот Но В целом Мне нравится И рекомендую Вот такое вот Переснять Красиво Так Следующий Наш участник Что у нас тут Ага Понятно Хорошо Так В целом Прикольно Но Единственное что Единственное что Не хватает Яркости Получается Вот здесь Немножко лицо Нужно было вытянуть Вот тут Чуть И проработать Вот так вот Отдельно Одежду То есть Светлые участки Для того Чтобы фотографию Немножко Выровнять Иначе Получается Сейчас Я вот так вот Назад Все это сделаю Иначе получается У нас фотографией Горит лоб А вот это все Ушло совсем В темноту То есть Нужно немножко Выровнять И даже Ухо Чуть Погасить Вот Поэтому здесь Уже такая Тонкая Ювелирная работа Которую В посте Нужно Дотягивать Либо это Сразу снимать И все Этот момент Этот учитывать Но Опять таки Учитывая Что Не всегда Получается Сразу Снять Так Как Нужно Приходится Иногда Заранее Понимать Что Как Мы Будем Ретушировать Что Я Часто Вам Говорю Поэтому В данном Случае Здесь Нужно Чуть Чуть Переконвертировать И Переретушировать Файл Немножко Осветрить Проработать Вот Эти Участочки Вот Но Не так Сильно То есть У всего Должна быть Мера Вот И Получится Довольно Хорош Портретик Так Ну-ка Давайте Посмотрим Здесь Могу Сказать Что Смотрится Прикольно Сейчас Вот так Сделаю Только Так Где Вот Единственное Что Единственное Что Здесь Вот Уже Можно Просто Это уже Как этот На месте Когда Снимаешь А может Быть Красивее Было Поставить Красный Куда Допустим Вот Сюда Но Когда Мы Поставим Вот Сюда Мы Скажем Блин Наверное Лучше Поставить Другое Место Смотрите Вот Если Сейчас Смотреть Что Я Немножко Вот Этот Красный Орех Вот Этот Чуть 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 Ниже Поставил Куда Нибудь Не Прям Посерединку Немножко Сместил То есть Я Сейчас Миллион Вариаций Рисовать Куда Бо Я Его Поставил Но В целом В целом Снимок Прикольный Обычно Такие Снимки Ставят На Заставку А Кстати Можно Вот Так Смотрите Считай Запись Идет Вот Ваш Снимок Вот Получается Весь Размер А Я Был Может Быть Вот Так Чуть Чуть Сместил Вот Капельку Вот И Смотрелось Б Прикольно То есть Я Сейчас Видите Кропнул В целом Нормально Сняли Переснимать Ничего Не надо Ну Может Быть Чуть Чуть Вот Эти Вот По Яркости Чуть Чуть Уменьшить То есть Вот Вот Эти Вот Слишком Яркие Потому Что Они Выбивают И По Яркости Чуть Чуть Поднять Орех Чтоб Он Чуть Больше Кричал Смотри На Меня Но Среди Этого Всего И так Все Смотрят На Него Поэтому Снимок Встал Прикольный Мне Нравится Идем Дальше Так Смотрим На Параметры Снимка Итак Начну С того Что Мне Здесь Не нравится Мне Не нравится Как Искусственно Вот Здесь Вот Вы Дело Это Все Дело Приглушили Потому Что Оно Видимо Ярко Кричало Мне Не нравится Толщина Вот Этого Апельсина Или Да Апельсина В этой Получается Нашей Посудине Мне Не нравится Вот Этот Апельсин Он Выглядит Каким То Помятым И Мне Не нравится То Что Здесь Выглядит Все Каким То Плоским То На Что Тут Смотреть Вот Я Пытаюсь Размылить Глаза И У Меня Цветок Бросается В Глаза Какие-то Пятна Бросаются В глаза Что Лучше В таких Моментах Делать Вот Смотрите Работать С этими Апельсинами Это То Еще Удовольствие Это Во-первых Нужно Правильно Красиво Резать Это Нужно Еще Ровно Резать А Плюс Они Еще Кривятся И так Далее И так Далее Вот Между Просмотрим Когда Колбасу Снимали Вот Я Колбасу Снимал Мне Специально Привозили Как Это Сластер Сластер Как Он Назывался Не Помню Это Такой Электрон Нож Он Колбасу Втыкаешь В такие Гвоздики И вот Так Аккуратно Проводишь Он Прорезает Идеально Ровно Не знаю Наверное Может Апельсин Тоже Такое Есть Либо Есть Специалисты Которые Очень Хорошо Так Могут Ровно Прорезать Вот Но Когда Я Что-то Такое Пробовал Я Всегда Старался Максимально Брать Острый Нож Прям До Ужаса Острый Нож И Никогда Не давить На апельсина Чтобы Не Потерять Их Форм А Если Они Форм Терялись Я Их В пластике Потом Подправлял Ну Ладно Смотрите Что Сейчас Вот Немножко Напрягает Вот Этот Участок Вашей Фотографии То есть Вот Этот Он Темный Здесь Светлый Что Как-то Не знаю Мне Это Режет Глаза Что Лучше Сделать Вы Рать Прикола Вот Возьмите Вот Так Выделите Учитывая Что Это Нужно Аккуратно И Вот Это Все Затемните Потемнее Сделайте А Стакан Вытащите И Вы Увидите Что Кто Теперь Будет Преобладать В данном Случае У вас Преобладает На снимке Это Вот Получается Вот Эти Цветы То есть Они Сейчас Очень Много На себя Берут Внимание Потому Что Вот Это Вот Это В темноте То Я Наоборот Усиливал Бокал А Все Что Сзади Я Уменьшал Так Что Такие Дела Это Нужно Дело Все Переснять Итак Ребят Я Прокомментирую Все работы Которые Вы мне Скинули По Хэштегу А Всем Кому Сказал Переснять Переснимаем Соответственно Кому Что Переделать Переделаем В общем Исправляйте Все Ваши Ляпы Совсем Скоро Я Обозначу Сроки К нашей Второй игре А это Уже Будет Буква Б Значит Потихонечку К ней Готовимся Но Мне нужно Сначала Чтобы Вы Исправили То Что Вы Сделали Помните Что Человек Не Исправивший Ошибку Совершил Вновь Очередную Ошибку По Моему Это Говорил Конфуций Значит Всем Зрителям Кому Интересно Смотреть Наши Разборы Скажу Что Совсем Скоро Мы Опять Увидимся Подписывайтесь На YouTube Такие Вот В общем Дела Всем До новых Встреч Друзья